А мы снова приветствуем вас, дорогие телезрители. Это прямой эфир программы Доброй Раняти, Беларусь. Тео и Ольга Рыжикова сегодня просыпаемся вместе с вами. Буквально несколько дней назад в нашей студии мы общались с гостями, с коллегами из агентства телевизионных новостей, которые удостоены высокой награды президента Республики Беларусь за духовное возрождение. И таких лауреатов много. И об этих лауреатах создан специальный проект нашей коллеги. Также из агентства телевизионных новостей специальный репортаж с правой их життя сегодня в нашей студии. Елена Бормутова. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Елена, доброе утро. Ну уже сразу сегодня же на телеканале Беларусь 1 после панорамы мы увидим специальный репортаж. Тяжело ли было уместить всех лауреатов в 15-минутный репортаж? Очень тяжело, потому что 5 премий за духовное возрождение, 10 специальных премий президента, хронометраж 15 минут. И вот нужно было рассказать о каждом из лауреатов, что-то интересное, показать их с необычной стороны. Но, к сожалению, эфирное время не безграничное. Мы должны это все вместить в 15-минутных эфиров. То есть не все лауреаты стали героями вашего сюжета? Ну, большинство из лауреатов стали героями нашего материала. Где-то мы их показываем, такие вот портреты, где-то показываем их за работой, где-то показываем работу этих лауреатов. То, что они сделали за то, за что они получили эту высокую награду. Хорошо. А может быть, как-то удалось узнать лауреатов даже тех, о ком мы уже наслышали, с какой-то необычной стороны. Может, какие-то интересные факты, которые не вошли в эфир, поделитесь секретами. Ну, я старалась все такие интересные факты, фишки, изюминки, как прямо принято говорить, предоставить зрителю, показать это все зрителю. Ну, конечно, очень много осталось за кадром. Интересная вот тройка коллектив художников, скульпторов, которые преобразили церковь Вишнева. Вишнева там, где родился Шимон Перес, где родилась жена Янки Купалы. Церковь, которой уже не одно столетие, все время она встречала посетителей, верующих своих белыми стенами. Там такие росписи сделали, но это нужно увидеть. Конечно, мы все это покажем, но на свои глаза это увидеть это что-то. И мозаики, канонические, по каноническим принципам, византийская техника. И молодая девушка, еще тогда студентка Академии искусств начала эту работу. И представьте, когда диплом она защищала в церкви, когда вся комиссия из Академии искусств приехала в Вишнево, в церковь, чтобы принять эту работу дипломную. И мозаика, она искала эту смальту, советскую смальту, добывала ее, как-то ездила в Петербург, где она еще осталась. То есть очень много таких моментов. Ну, наверняка, общаясь с героями репортажа, многие говорили о своем секрете успеха. Может быть, вот пообщавшись со всеми, можно вывести некую формулу успеха? Вы знаете что? Никто не говорил о каком-то секрете успеха. Они просто делают свою работу. Это ежедневный труд. Люди достаточно скромные. Они не видят в своей работе чего-то такого сверхъестественного. Те же врачи, вот анкоцентра Боровляных Александрова, люди, которые ежедневно сталкиваются со слезами людей, с горем людей. И при этом они достаточно открыты, позитивны. Вот представьте, кроме каких-то своих жизненных неудач, может быть, каких-то неприятных моментов, приходя на работу, на тебя еще выкладывают слезы людей, горе людей. И это ежедневно. И при этом они, кроме того, что делают свою основную работу, они еще оказывают психологическую помощь этим людям. И при этом они еще не устают радоваться жизни. Они достаточно позитивны, они достаточно открыты, веселы. Ну, в общем, я этими людьми восхищаюсь, поражаюсь, удивляюсь. Я не знаю. Одно восхищение. Ну, вот, вы знаете, мне кажется, очень важно, да, вы сказали вещи, вот люди добились многого, получили такие высокие награды, самую высокую награду. И при этом вы говорите, что они скромны, да? То есть нет никакой звездности у наших лауреатов. Абсолютно. Вы знаете, один из лауреатов премии за духовное возрождение — это священник из Ивенца. Он сказал одну такую фразу, о которой я потом долго думала. И она, кстати, вошла в анонс специального репортажа, он говорит, мы ежедневно сдаем тест на человечность. И ведь правда, мы его ежедневно сдаем, мы встречаемся с огромным количеством людей в силу своей профессии, может быть, даже в силу того, что мы как-то заходим в магазин, ездим в общественном транспорте. Кто-то этот тест сдает на отлично, кто-то даже боится его сдать, проходя мимо, кто-то его с треском проваливает. Но ведь ежедневно мы добрым словом, улыбкой, я не знаю, поддержкой близкого, словами утешения мы все-таки сдаем тест на человечность. Будто близкий, родной тебе человек, либо просто посторонний человек, ну, я не знаю. Это у таких людей нужно поучиться. И при этом художник по образованию. Он уже более 20 лет служит, пришел служить в церковь, восстановил эту церковь на месте уничтоженной святыни. И сейчас он активно занимается и помогает влиться в социум детям-инвалидам. Причем детям, у которых и есть родители, и дети, которые находятся в именецком доме-интернате, у которых нет родителей. Он им помогает адаптироваться в социуме, помогает, оборганизовывает встречи с такими же детьми, которые, ну, обычно живут в нормальных семьях с родителями, занимается с ними ипотерапией. То есть, ну, вот, огромное количество времени он проводит с ними. И когда я спросила, узнала, что он художник, я говорю, как интересно, он говорит, ну, художественное образование, он говорит, не забыл. Мне на самом деле, я мечтаю о том, чтобы взять этюдник и уйти куда-нибудь в поле писать, но времени на это нет. И при этом он ежегодно в Евенце устраивает пленеры художников. И внизу церкви, там, как подвальное помещение крипто, я не знаю, как это правильно назвать, организовал такую мини-галерею вот с работами тех художников, которые туда приезжают каждое лето на пленеры. Ох, Елена, вот, услышав все ваши рассказы, мы узнаем, что мы будем делать сегодня вечером, и мы будем непременно смотреть ваш специальный репортаж. И призываем всех зрителей телеканала «Беларусь-1» сегодня специальный репортаж с правой их житья. Посмотрите непременно. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо, что сегодня проснулись вместе с нами. Напоминаем, что в нашей студии побывал наш коллега, коллега агентства телевизионных новостей Елена Бормотова. Хорошего дня. Спасибо и вам также.